Ну а мы двигаемся дальше и как мы уже ранее анонсировали, сегодня у нас в студии наш утренний гость Евгений Рубицкий, врач-нарколог. Доброе утро! Доброе утро! Глубоко уважаемая студия, уважаемые телезрители. Евгений, ну будем сегодня с вами говорить о том, как избавляться от вредных привычек, но передача у нас утренняя, потому такой вот первый утренний вопрос. Что для вас, как врача-нарколога, сложнее утром избавиться от вредной привычки или выйти утром на любимую работу? Вы знаете, иногда бывает так, что утром приходится возвращаться с работы, поэтому для меня каждое утро это начало новых возможностей, в том числе избавление от привычек и избавление от привычек тех людей, которые ими страдают. По крайней мере попытаться им в этом помочь. Помогать людям отлично, начало рабочего дня. Совсем недавно отмечался Международный день отказа от курения. Почему люди вообще начинают курить? Ведь все знают, что курение вредит здоровью. Ну вопрос не только в том, почему люди начинают курить. Здесь нужно подходить немного глубже к этому вопросу в плане, когда начинают люди курить. Чаще всего начало формирования зависимости, никотиновой зависимости, которая, кстати, входит в классификацию болезней, международной классификации болезней 10-го пересмотра. Так и звучит, никотиновая зависимость. Так вот, прежде всего, ее начало формирования происходит, скажем так, в детском периоде, в подростковые года. То есть, с 12 до 18 лет, это практически в 100% человек впервые сталкивается с употреблением табака, никотинсодержащих веществ, скажем так, в виде сигарет, ну и других любых, которые доступны, скажем так, в его поле зрения. При этом, естественно, как любая другая зависимость от психоактивных веществ, к которым и относится никотин, наряду с алкоголем, с другими видами наркотиков, формирует зависимость как физическую, так и психологическую. Поэтому, почему человек начинает курить, можно назвать самые разнообразные факторы причины. Прежде всего, в ранние детские годы, это любопытство. Второй, скажем так, по значимости, это равнение на более взрослый контингент лиц. Естественно, этот взрослый контингент лиц является более авторитетным для молодого человека, поскольку мы относимся, все люди, к царству животных, класс млекопитающие, плюс к тому еще и приматы. Поэтому, до тех пор, пока наша психика в ранние детские возраста до конца не сформирована, мы всегда ищем авторитета, естественно, копируем поведение. Поэтому, с этим и связано, в общем-то, равнение на взрослых, как на авторитетного лица. Само собой, не только хорошие черты перенимаются, но и плохие. В том числе и формирование таких зависимостей, как никотиновая, алкогольная, наркоманическая и так дальше. Третий момент. Молодой человек, если это человек мужского пола, скажем так, то, естественно, он хочет проявить свою индивидуальность, самостоятельность и показать, что он настоящий мужчина, ориентируясь, может быть, на какие-то фильмы и так дальше. Девушки же начинают курить, конечно же, тоже, с желанием показать, что это сильная, эмансипированная девушка, женщина, способная принимать самостоятельные ответственные решения. При этом, в общем-то, быть лидером, скажем так, будучи сильной, конечно же. Плюс к тому, в более взрелом возрасте, скажем так, или ближе к концу подросткового периода, ближе к совершеннолетию, конечно же, в общем-то, молодые люди сталкиваются с различными проблемами. В плане стрессовых ситуаций, поступления в институты, первая любовь, первая несчастная любовь, какие-то другие неурядицы, проблемы в семье, на работе, в учебе и так дальше. А может быть, наоборот, какие-то праздничные, радостные события, которые связаны, в том числе, с употреблением алкоголя. Как известно, попадая в компанию пьющих людей и непосредственно самому позволяющему сам себе выпить, это провоцирует, в общем-то, и желание и выкурить первую сигарету, а может быть, уже не первую. И таким образом усугубить, скажем так, риски развития зависимости никотиновой. Получается, все зависимости, наверное, никотиновая, алкогольная, как Вы говорили, идут с детства, с подросткового возраста, когда в первый раз пробуют и дальше как-то идёт, да, и от стрессов, которые получает человек. Ну, и, как бы, невозможно сказать, только там две причины выделить. Временной фактор, да, скорее всего, это более ранний возраст. Мы не говорим об алкогольной зависимости, потому что это более, скажем так, более грубое психоактивное вещество, которое, в общем-то, и переносится человеком, скажем, гораздо тяжелее и серьёзнее. Поэтому формирование алкогольной зависимости происходит в более поздние годы, скажем, от 18 до 30. Вот тогда мы уже видим действительно клиническую стадию, первую стадию алкоголизма, хотя сейчас нету по классификации стадии алкоголизма. Но, тем не менее, уважающие себя наркологи и знающие то, о чём они говорят, конечно же, всегда имеют в виду стадийность того или иного заболевания, той или иной зависимости. Всё-таки никотин – это более доступное психоактивное вещество, повсеместно продаваемое и, в общем-то, практически, ну, если честно, смотреть правде в глаза, практически безнаказанное. Безнаказанный доступ к этому виду токсикомании, скажем так, зависимости. Поэтому и употребление первое, скажем так, или первые употребления приходятся на более ранний возраст. Потому что одна сигарета вроде бы, как бы, скажем так, ничего плохого не сделает и плохих, сверхплохих ощущений не вызовет. А, возможно, наоборот, вызовет те, которые понравятся молодому человеку или молодой девушке. Возможно, это спровоцирует второе употребление никотинсодержащих веществ. Ну, и, естественно, как любое другое психоактивное вещество, никотин вызовет непременно зависимость. Ту, которую уже должны лечить врачи-специалисты, врачи-наркологи, потому что самостоятельно, как правило, очень тягостно человек расстаётся с этой пагубной привычкой. А вот предупредить в юном возрасте можно как-то? Может, какие-то беседы проводить стоит родителям? Да, однозначно. Нужно просто мало знать, что никотин и сигареты – это вредно. Естественно, наши родители в большинстве своих, в большинстве процентного своего соотношения создают какие-то запреты и, в общем-то, создают кнут. То есть, если есть запрет, то должно быть наказание. К сожалению, это далеко не всегда верный подход. Естественно, прежде всего, это разъяснительная беседа. И эта беседа максимально эффективная до тех пор, пока молодой человек не попробовал предупредить первый контакт с табакосодержащими веществами, сигаретами, скажем так. Конечно же, популярно нужно объяснять и о вреде курения, и о его вреде не только себе, но и окружающим. Плюс к тому нужно иметь в виду и материальную составляющую, поскольку это расходы. В-третьих, в-четвертых, нужно иметь в виду то, что в любом случае любое употребление яда, которым является в том числе и табак, несет за собой не только остро возникающие состояния, но и хронические заболевания. Поэтому об этом, может быть, молодому человеку знать в полной мере всю картину и не нужно, но тем не менее, какими-то общими фразами и словами об этом нужно предупредить. Плюс к тому, конечно, нужно сделать упор на то, что меняется его и поведение, его эмоциональная сфера, его поведенческая составляющая. Это все отражается на учебе, на его успеваемости, на его непосредственном здоровье в плане зрения, слуха, памяти, соображения, внимания и так дальше. То есть, много составляющих тех, которые непосредственно видят родители при уже более-менее сформированной никотиновой зависимости. Говоря о запретах, вот наше правительство регулярно пытается бороться с курением тем, что повышает цены на табачные изделия. Сейчас политики говорят о том, что снова подорожает в новом году на 10-15%. Становится ли, больше ли стало бы людей обращаться к вам с желанием бросить курить? Есть такие люди, но я не связываю это с повышением цен на табак, содержащие вещества. Почему? Потому что, имея зависимость от никотина, он превращается как в хлеб. Понимаете, сколько бы он ни стоил, его все равно будут покупать. При этом, ассортимент сигарет на нашем рынке довольно велик. Есть более дорогие, есть более дешевые. Поэтому, все те сигареты, которые человек позволял себе купить по одной цене, он будет покупать по той же цене, только менее хорошего качества, скажем так. То есть, будет видо заменять что-то как-то. Плюс к тому, распространены и сейчас распространяется такой, скажем, уход в прошлое, как высаживание табака, самопроизводство в домашних кустарных условиях. Поэтому люди уходят, идут на все ухищрения для того, чтобы удовлетворить потребности своего организма, имея при этом зависимость, опять-таки, к которой нужно подходить уже клинически. А всем ли одинаково бросить курить? Мужчинам, женщинам или… Удается? Да, удается. Насколько тяжело. Все зависит от степени зависимости. Если она взяла плотно в свой оборот, скажем так, в свои объятия человека, то, скажем так, одинаково для всех будет тяжело. Однако, степень тяжести разрыва этих цепей, конечно же, будет у каждого разного в зависимости от того, какими качествами характер обладает человек. Прежде всего, это личностные характеристики. То есть, тот типаж человека, тот характер, насколько он стойкий, насколько он не стойкий, стрессоустойчивый, не стрессоустойчивый. Какими чертами характер обладает с самого начала. Ведь наш характер – это стойкая пожизненная черта. И их очень много. Их несколько классификаций по меньшей мере. И в каждой классификации по несколько видов характера. Конечно же, в чистом виде какой-то характер один не проявляется. Это смешение прежде всего. Но, по большому счету, можно отнести все классификации характера к двум группам. Это сильные и слабые. Конечно же, для сильных, для возбудимых, так называемых людей, конечно же, бросить курить легче. Но, тем не менее, и легче начать. Потому что, ввиду своей вспыльчивости, ввиду своей раздражительности, ввиду своей импульсивности, человек быстро, в общем-то, ищет пути для преодоления своих каких-то неурядиц. В том числе, употребляя разные психоактивные вещества. Но, точно так же, он ставит своим лейтмотивом избавиться от зависимости. И, точно так же, принимает твердое решение. И, скрипя зубами, скажем так, бросает курить. Ну, конечно, не зная принципов, как бы себе помочь. Но, тем не менее, в общем-то, стойко терпит. Еще один маленький вопрос. Сейчас многие переходят на электронные сигареты. Они также вызывают зависимость или нет? На самом деле, электронная сигарета – это тоже не просто так, не палочка бамбуковая, скажем так. Это механизм с наполнением, с наполнителем. И в этот наполнитель входят точно такие же компоненты, которые входят и в сигарету. Но, естественно, в сигарете это продукты горения, это еще гораздо большее содержание тех веществ, которые являются значительно вреднее. Но, тем не менее, заменяя что-то на что-то, мы от зависимости не избавляемся. Мы, возможно, приносим себе вреда меньше. Но, тем не менее, зависимость как была, так она и есть. То есть, совершается тот же самый ритуал, ввиду своей навязчивой мысли, совершить поднос сигареты к рту, опустить сигарету, выпустить дым, скажем так. То есть, ритуал полностью совершен. Если этот ритуал не совершен, то человек будет идти по улице и постоянно навязчиво думать о том, как бы это осуществить. И ему не полегчает до тех пор, пока он этого не сделает. Получается, зависимость остается, но вреда для организма меньше с электронной сигаретой. В зависимости от того, насколько человек контрольно или бесконтрольно, в общем-то, курит. Потому что в состав жидкости, наполняемой электронной сигаретой, также есть медицинский никотин. Это бесцветная маслянистая жидкость, но, тем не менее, никотин есть никотин. Это химическое соединение, которое для организма чуждо. Ведь природа нас рождала без единой капли никотина, без единого миллиграмма, точно так же и без любого, без единого миллилитра любого другого психоактивного вещества. Поэтому для организма это все чуждо. Это неприродное состояние его. Поэтому, естественно, никакой пользы в этом нет. Я категорический противник всего этого дела. Как табак, содержащий веществ в виде сигарет, сигар и так дальше, курительных каких-то, не знаю, табаков, россыпью. Точно так же, как и заменителей в плане электронных сигарет, либо других каких-то доступных методов. Спасибо, Евгений, что пришли к нам, присоединились. Вам спасибо. Друзья, курение – вред. Действительно, за своим здоровьем нужно следить. И, как мы сегодня говорили, табакокурение – это все-таки болезнь. Ну, а мы желаем вам всем оставаться здоровыми и беречь свой организм. Желаем и вам доброго утра и, конечно же, здоровья. Спасибо, взаимно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова